Друзья, всем привет, с вами адвокат Дмитрий Соловьев, и сегодня я вам расскажу, что делать, если к вам в дверь постучала полиция. На самом деле получается парадокс. Людям нужно учить законы, слушать юридические советы, чтобы защититься от тех, кто по идее должен нас защищать. Первое и самое главное. Не спешите пускать сотрудников полиции к вам в дом. Вы же не пускаете к вам в дом, кого попало с улицы. Это могут быть вообще не сотрудники полиции, это могут быть какие-то мошенники или коллекторы. Нужно понимать, друзья, что у нас есть статья 30 Конституции Украины, которая гарантирует каждому неприкосновенность жилья. Что же нужно сделать? Нужно подойти и через дверь узнать, кто пришел, с какой целью пришел, фамилия, имя, отчество, звание, подразделение, отделение полиции, в котором работают данные сотрудники. Нужно понимать, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины национальной полиции, полиция осуществляет свою деятельность открыто и прозрачно. Таким образом, сотрудники полиции не смогут вам отказать в запрашиваемой информации. Сразу же после того, как вы узнаете эту информацию, вам нужно позвонить в райотдел и уточнить, работают ли у них такие сотрудники. Если сотрудники полиции отказываются предоставлять вам данную информацию, или в райотделе вам сообщили, что таких сотрудников у них нет, вам нужно срочно вызвать 102 и сообщить, что неизвестные люди вламываются к вам домой. Если это действительно мошенники или аферисты стоят под вашей дверью, то после такого звонка вы их уже вряд ли увидите. А если это действительно сотрудники полиции, то они такого звонка не испугаются, так как вы не обязаны пускать к себе домой неизвестных вам лиц. Друзья, но есть один случай, когда все-таки лучше пустить сотрудников полиции к вам в дом. Это наличие у них решения суда, например, об обыске вашего жилья. Но и в этом случае сильно торопиться не стоит. Через дверь сообщите данным сотрудникам, что вы вызываете адвоката и только по приезду вашего адвоката вы откроете им дверь. Наиболее адекватные сотрудники все-таки дожидаются приезда адвоката и не начинают идти на какие-то кардинальные методы и вламывать вам двери. Но нужно понимать важный момент, что если у сотрудников полиции есть решение суда об обыске вашего жилья и вы им не открываете, то у них есть полное право выломать вам дверь. Если уже начинаются такие действия, то, конечно, лучше добровольно им открыть. Та же статья 30 Конституции Украины говорит нам о том, что не допускается проникновение в жилье или другое владение лица с проведением осмотра или обыска, иначе как по мотивированному решению суда. Также существуют неотложные случаи, в которых полиция может проникнуть в жилье без решения суда. Это, например, спасение жизни людей, спасение имущества, а также преследование лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления. Но надо понимать, что в последующем у правоохранительных органов возникает обязанность доказывать неотложность своих действий в суде, что очень тяжело доказуемо, если, конечно, вы не являетесь преступником. Чаще всего сотрудники полиции приходят к вам домой, чтобы вызвать вас на какое-то административное либо же уголовное дело для дачи пояснений или на допрос. В таком случае вы можете всю информацию выяснить у них, не открывая им дверь. Спросите их через дверь, куда вас вызывают, во сколько, для проведения какого следственного действия, в качестве кого вы вызываетесь. А еще лучше, пусть присылают вам повестку. Таким образом, друзья, теперь вы знаете, что пускать сотрудников полиции к вам в дом нужно только в исключительных случаях, а еще лучше в присутствии вашего адвоката. Если вам нужна моя юридическая помощь, вы можете ко мне обратиться, мои контакты указаны в описании к данному видео. Если видео было вам полезно, ставим лайк, оставляем комментарий и не забываем подписываться на канал. Всем пока! Пока!